Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Здравствуйте, зрители моего канала! Здравствуйте, мои дорогие Девы! Сейчас будем с вами снимать общий прогноз для наших Дев на 2024 год. Прогноз называется «12 домов». Интересный прогноз, который рассказывает о 12 сферах жизни человека. Поэтому он будет не коротким. Уже есть на моем канале прогноз на декабрь для всех знаков зодиака. И ссылочки будут и под видео. И есть, вернее, планирующий снять прогнозы для каждого знака зодиака на 2024 год по месяцам. Спасибо вам за ваши лайки, конечно же, за комментарии и за подписку. Благодарю. По личному раскладу. Обращайтесь, пожалуйста. Есть ссылочка под видео и в описании моего канала на телеграм-канал. Пишите, пожалуйста. Буду рада вам помочь. Советам. Так. А сейчас, значит, достану 12 карт, 13-ю как дополнительную, центральную, на 2024 год. Ну что, Ева. Хочется сказать, погнали. Давайте начнем. Настроимся на позитив. Я на позитиве. Надеюсь, вы тоже. Итак. Колода будет. Колесо года. Кстати, здесь засветилось солнышко на дне. Это не случайно. Солнце – это радость, это успех. Надеюсь, год будет успешным, благополучным. У кого-то родятся дети, кто хотел, у кого-то будет радость по поводу детей, путешествие, ясность, понимание, карта здорового эгоизма. Когда все хорошо. Надеюсь, так и будет. Итак. Девы. Достаю первый аркан. Это вы. Ой, перекрутилось. Будем поправлять. Это троечка пентаклей. Это вы, ваша личность. Первый аркан. Я надену очки, я не очень эти карты вижу. Второй дом. Буду говорить сейчас пока коротко о доме. Это дом доходов, то, что вы сможете заработать сами. Здесь начало. Дурак. Старший аркан. Третий дом. Общение. С кем-то будете общаться, конечно, в любом случае. Это восьмерочка, чашка, кстати. Дальше. Четвертый дом. Принцесса пентаклей. Дом реальности. То, что вас будет окружать. Это я сейчас повторюсь. Говорю коротко о домах, о их значениях. Пятый дом нашей девы. Аркан для вас. Пятый дом. Дом творения. Тут все хорошо. Шестерочка. Шестерочка жезла. Что-то колода перекручена. Не знаю почему. Шестой дом. Наемная работа. Тоже хорошо, замечательно. Туз пентаклей. Мечей, прошу прощения. Так. Буду стараться побыстрее. Это может кто-то. Сложно кому-то. Вот. Всегда говорю. То, что засветилось, всегда достается. Вот затасовало я это солнце обратно. Ну, вот оно должно быть у вас. Понимаете? Не зря засветилось и обратила внимание. Ну, это как показывает моя практика. И это дом взаимодействия с людьми. Замечательный аркан. Просто супер у вас в этом доме. Уже прям я обрадовалась. Очень сильно. Восьмерочка. Восьмой аркан. И восьмой дом. Дом, ну, такой себе дом. Дом ускорения реальности. Дом каких-то... Что сделать для того, чтобы ускорилась процессы какие-то в вашей жизни? Дом. Ну, тут и наследство, и секс, и потери, и смерть. Тут может все смешаться в этом доме. Такой себе дом. Но тут туз Пентаклий. Вот так вот делаем. Самая счастливая карта в колоде. То есть тут, в принципе, такие немножечко негативные значения этого дома я перечислила. Ну, как могу. Так сказать, энергичный перечисляю. Не печально. Но у вас туз Пентаклий. Все хорошо. Так, девятый дом. Дом обучения. Замечательно. Это у нас рыцарь чаш. Десятый дом. Дом закона, деятельности, обязанности. Тут немножечко жрица верховная. Так она что-то может подскрывать от вас. Перепроверюсь. Да, десять. Одиннадцатый аркан. Надеюсь, такой же замечательный, как и все остальные. Девы для вас от всей души. И тут тяжелый выбор. Это неплохой аркан. Это аркан двойка мечей. Это дом взаимодействия с незнакомыми людьми. Это дом клиентов, каких-то подписчиков даже, коллег, ну, и политика, может, и с незнакомыми людьми. Ну, сейчас дойдем, поговорим так более конкретно. И двенадцатый дом нашей дорогие девы. И вот хотела вылететь, и не зря. Вот я ее взяла. Она как-то вот крутилась. Звук слышали был? И это туз жезлов. Это просто вот суперкарта. Особенно вот в вашем, вот в этом двенадцатом доме. Это дом тайных врагов, тюрьмы, болезней. Будем говорить конкретнее еще. И, надеюсь, достану вам такой же замечательный аркан общей девы на двадцать четвертый год. Ну, тут он, конечно, себе такой не очень замечательный. Но это и не плохой аркан. Сейчас объясню, почему. Это больше аркан такой, знаете, усталости. Возможно, вот будет насыщенный. Ну, это я забегаю вперед. И начинаем с вами в ускоренном темпе, чтобы вам не очень затягивать. Просто, когда чем быстрее, тем сложнее мне. Сейчас дух переведу. Первый аркан – это вы, ваша личность. Как вас видит мир, как вас видят люди, как они вас воспринимают. Ваш вообще внешний вид и все остальное. И здесь троечка Пентакли. Хочу сказать... А, еще о чем это. Это еще говорит этот аркан о том, как себя подать в следующем году. Вот в таком духе. Ваша аура, харизма, характер, личность, впечатления о вас. Тут все замечательно. Вы душа компании. Вы со всеми дружите. Вас так и видят люди. Надеюсь, это так и есть. Вы общаетесь с людьми. Вы с ними коммуницируете. Вы любите коллектив. Вы в коллектив хорошо вхожи. У вас все получается. Вы умеете и любите работать в команде с кем-то. То есть у вас такой характер. Общение. Вот так вас и видят люди. С вами могут советоваться, кстати. Это тоже. И как подать себя в следующем году, чтобы у вас все было хорошо. То я бы сказала так. Общайтесь. Советуйтесь. Вы большего добьетесь в командной игре. То есть если вам что-то нужно будет сделать, попросите кого-то помощи, присоединиться. И когда вы будете с кем-то, у вас получится намного лучше. Вот так вот. Ну и продолжайте в том же духе, аура, харизма. Так вы знаете, общительный, отзывчивый человек. Второй дом. Дом заработанных вами лично денег, вашим трудом. И здесь у нас глупец. Ноль. Начало. Это еще дом заработанных денег, потерь, имущество, трат, трат, доходов. Что вам сделать для того, чтобы у вас было больше денег? Вот еще о чем может говорить этот дом. Что могу сказать? Деньги вы сможете заработать. Причем у многих будет это совершенно что-то новое. Новое начало, новый бизнес, новая работа, новое знакомство, которое приведет вам к новому заработку. Начало нового этапа жизни. Какой-то, может быть, даже сюрприз у вас в этом отношении. Есть, конечно, по этому аркану определенный риск, потому что это еще и дом потерь. Здесь просто будьте внимательны. Риск существует, но будут и возможности. Начало нового этапа в жизни, хорошего, такого, знаете, интересного. Какого-то, может быть, вообще такого, что вы не ожидали. Что-то новое, новизна. И вот вам надо с деньгами общаться, кстати, легко, чтобы они у вас преимножались. Легко это не значит, ну, конечно же, там транжирить направо и налево. Но умейте расставаться с деньгами, и они будут к вам возвращаться. Я бы сказала это так. Идите по жизни легко, с легкостью воспринимайте проблемы, которые у вас могут возникнуть. Доверяйте миру, у вас все получится, если вы даже будете в сложной ситуации, потому что у вас будет свой какой-то багаж знаний, и вы сможете выйти из ситуации красиво, если будет сложная ситуация. Ну, почему у меня прыгает камера, ладно, яркость. Третий дом и третий аркан. Дом общения, близких путешествий, родственников. Дом учебы. Здесь чаша, восьмерка чаш. Это эмоциональный кризис. Когда хочется уйти к чему-то лучшему, большему, к каким-то своим мечтам, когда где-то вы устали от чего-то или от кого-то, и вы хотите двигаться дальше. И это правильное решение будет, если кто-то примет его, двигаться дальше. Когда уже эмоционально вас замучили, или отношения, или работа. Умейте расставаться, идти дальше, идите к своей мечте. Да, у меня прыгает прямо, я вот смотрю туда-сюда, да? От света не поймёшь. Поэтому двигайтесь вперёд. Не бойтесь расставаться. То есть тут у вас путешествие может быть, а может быть кто-то из семьи будет уезжать, и вы его будете провожать. Это может быть. Недалеко. Учёба. Может, кого-то будете провожать на учёбу. Тоже может быть. Ну, тут может быть ещё расставание с родственниками, кстати. Вот что может быть. Расставание с родственниками. Не только вот, как я уже сказала, работа, любовь там с кем-то, но и расставание с родственниками с тем, что они уезжают. То есть здесь такой аркан немножечко, но совет такой. Идите, идите. Вот всегда вот после этой карты, вот это к хорошему, к мечте. Засиделись, застоялись. Вот не зря у вас здесь ноль, понимаете, начало. Может, вам всё-таки нужно расстаться с каким-то партнёром, перейти на другой бизнес. Это всё через Илья, а может, какого-то это и другое. Расстаться с партнёром любовным, я имею в виду. Даже развестись вплоть до того. Уйти жить отдельно от родителей, переехать в другую страну. То есть тут в этом есть смысл. Поменять место жительства, кстати. Тут, может быть, и не сильно далеко, потому что это как бы ближайшие такие поездки. Четвёртый дом. Дом реальности. То, что вас окружает, то, что с вами всё время. Дом, семья. Ваше пространство. Ваше, как говорится, вот то вокруг вас. И мать может означать. Здесь принцесса Пентакли. Принцесса Пентакли – это аркан вообще начала. Идеи по бизнесу, по работе. Новая работа. Может быть, у вас будут какие-то мысли по новой работе, по мысли по учёбе. Может быть, вы будете ждать каких-то новостей по этим вопросам. Может, вам нужно будет наводить порядок в своих каких-то ценных бумагах и не только, в письмах и так далее. Будете ожидать новостей. Начало нового. Это деньги. Это прибыль небольшая, но деньги. И плюс семья, дети, занятия, может быть, с детьми учёбой. Дети могут быть знака земли. То есть, тут у вас такие, знаете, на бытовом уровне начала и заботы такие вот семейные. Может быть, будете ожидать, вот если здесь новостей от матери, писем от матери. Пятый дом – дом творения. Это у вас, думаю, получится, потому что здесь карта победителя. Шестёрочка, вы свинцом, шестёрка жезлов. Дом творения, развлечений, удовольствий, творчества, беременности и рождения детей. Что могу сказать? Если кто хотел давно забеременеть, есть шанс забеременеть, родить, есть шанс. Хотели развлечений каких-то, возможны такие развлечения, да, возможны. Творчество, что-то зайти или что-то хотели сделать, у вас получится, и люди это будут признавать. Хорошие новости, приятные поездки. То есть тут у вас в творении, в дети, развлечения и удовольствия всё хорошо делают. Шестой дом, шестой аркан, мечи, туз мечей, замечательный аркан. Это дом наёмной работы. Мелкие какие-то недомогания. Рутина такая, знаете, вот ваша, ежедневная. Вот тоже, кстати, по этому дому. Всякие дела. Лечение, как я уже говорила, и работа. Здесь всё хорошо. У вас всё получается. Наемная работа получается. Ясность, понимание, что, где, как. Если кто-то, вот, возможно, кому-то нужно будет пройти какое-то лечение, или даже сделать не очень сложную, может быть, операцию, надеюсь, не сложную, тоже всё получится. По ремонту. Может, кто-то зател ремонт и, наконец-то, или решит, всё, я буду делать ремонт. Принял решение, сделал. Вот в таком духе. То есть, всё получается. Всё решается. Во всём есть ясность, понимание, что делать, сила. Знаете, как поступить. Это карта победителя, триумфатора и завоевателя. То есть, вот эти все качества у вас будет получаться. Захотели, завоевали. Захотели, победили. То есть, тут всё хорошо. В наёмной работе это очень хорошо, когда такого касается. Следующий аркан с седьмой и седьмой дом. Замечательное солнце, которое всё-таки вошло в этот расклад, хотя мы его затасовали. Дом взаимодействия с людьми, как я уже говорила. Это какие-то договора, отношения с другими людьми. И брак, кстати. Как вам выстраивать отношения с другими людьми? Тоже об этом говорит этот дом. Ну, что можно сказать? Во-первых, если кто-то незамужний, то возможен брак. Хороший, замечательный, хорошие события. То есть, тут всё хорошо. Отношения хорошо. Всё складывается хорошо. Всё вам нравится. Не забывайте думать о себе. Это карта здорового эгоизма. В отношениях не позволяйте кому-то не думать о вас. Здоровый эгоизм. Вот что вы должны. Не забывайте о себе. Может быть, вы, кстати, по поводу вот или брака, или отношений, примете для себя такое чёткое решение. Ясность придёт к вам, и вы будете понимать, что делать дальше. Это карта хороших новостей, хороших впечатлений, радости. Ну, всё хорошо. Взаимодействие с людьми у вас на высшем уровне. Замечательный. Следующий аркан. В восьмом доме. Замечательнейший аркан. Туз. Пентакли, который вот всё здесь, как говорится, гасит плохое. Это дом. Ускорение реальности, значит, она ускорится сто процентов в вашу пользу. Смертей, потерь. Ну, я ещё раз повторюсь. Наследство, сексуальных отношений и чужих денег. Так вот, самое интересное насчёт чужих денег сразу скажу. Да, весьма вероятно, что у вас будут чужие деньги или деньги легко заработанные. Потому что ту спинтакли – это подарок, это награда, это деньги. Причём немалые. Ещё, может быть, вы легко себе что-то сами купите, то, о чём мечтали. Это очень интересно именно в доме чужих денег. Это деньги, это немалые деньги. Сексуальная энергия, возможно, знакомство с человеком, новое, новый брак, который может, или даже просто отношения, которые приведут, будут очень в финансовом плане стабильные. Ну, ту спинтакли, тут всё хорошо. Наследство, да, получение наследства немалого, немалого. Потерей не вижу, смертей нет. В общем, реальность у вас ускорится. И я бы сказала, изменится в лучшую счастливую сторону. И может быть, начало нового финансово очень стабильного периода. Новая работа, новый проект, новое, я не знаю, что там где-то, новое, замечательное, в общем-то. Девятый дом, и тут у нас рыцарь-чаш. Это дом обучения, путешествий, дальних путешествий. Путешествий, в которых у вас может поменяться мировоззрение, знакомство с какими-то людьми, от которых вот тут просто у вас что-то поменяется. Занятие наукой какой-то интересной, иностранными языками, посещение иностранных, вот культуры изучения, уникальное знание. Вот у вас вообще эта карта новый роман, новый возлюбленный, приятные отношения. Поэтому, может быть, вы познакомитесь с каким-то человеком, который вот просто или поменяет ваше мировоззрение, или вы будете у него чему-то учиться, или же вы поедете к нему, и вот где-то познакомитесь за границей даже. Это дальние путешествия, то есть это знакомство с человеком, да, это знакомство может перерасти и в новый роман, в отношения приятные. И тут всё у вас хорошо, возможны поездки дальние, изучение чего-то нового, нового языка, новой культуры, и, может быть, да, у вас что-то поменяется. Новая наука, кстати, тоже может быть, может быть, вы ещё можете кому-то вот прям давать советы, нужно будет такое. Следующий дом, десятый. Здесь жрица, верховная жрица, старший аркан. Дом говорит о законах, о сферах деятельности, о каких-то ограничениях, об отце. Для вас может отца означать, о статусе и о правилах. Ну, что хочу сказать. Интересный дом, дом серьёзный, но, естественно, дом закона, деятельности, ограничений, судьбы отца. Верховная жрица – это дама, которая не всё рассказывает, что знает. Поэтому что-то от вас может скрывать, например, отец. Или же в вашей сфере деятельности вы что-то не видите, что-то вам не договаривают. Дальше. Ограничения. Будьте внимательны. Тут тоже что-то может вам вот прям вот не договариваться. Будьте внимательны ко всему. Присматривайтесь, проверяйте, доверяйте своей интуиции. Может быть, вам нужно будет чему-то подучиться в своей сфере деятельности. И не забывайте пользоваться своими тайными, вот такими талантами, скрытыми, тайными, скрытыми. Они вам пригодятся. Но по жрице хочется достать ещё один аркан. Тут, конечно, жрица, да, вот тайна, тайна. Одно слово – тайна. Что-то не до что-то. И здесь шестёрочка. Это может быть касаться чего-то из прошлого. Вот что-то, тайное что-то. Кстати, может касаться родственников, бывших возлюбленных, давних друзей, знакомых. Вот чего это может касаться. Вот что-то вот такое вот, что-то может от вас утаиваться. Родной дом, родственники, я уже говорила, да, тоже. Вот чего может касаться. Одиннадцатый дом, девы, дорогие мои. Спасибо вам за ваши лайки, комментарии. Это минутка благодарности и за подписку. Одиннадцатый дом. Двоечка мечей. Этот дом у мужчин может означать говорить о рождении ребёнка. Может быть, у кого-то будет сложный выбор. Рожать, не рожать. Будут дети, не будем заводить детей, не будем. Вот так вот я могу интерпретировать это к этому. Идём дальше. Взаимодействие с людьми, которых вы не знаете. То есть, вот я с вами разговариваю, я вас не знаю. Это политика, это коллеги. Как набирать подписчиков, клиентов. Вот о чём говорит этот аркан. Тут надо, я бы посоветовала, если вы в чём-то не знаете, как поступить, трудный выбор. Вам может быть кажется, это, кстати, касается и клиентов, коллег, или той же рожать, не рожать. Нужно не думать, что проблема рассосётся сама. Её всё равно вам придётся решать в этом аркане. Нужно открыть глаза, посмотреть правде глаза и решить эту проблему. Решить здесь и сейчас. Как мне поступать с клиентами? Двигаться ли мне дальше? Делать ли то или другое? Как мне подписчиков? Ага, вот так, давайте так буду. И насчёт детей тоже. Вот если у кого-то, у мужчины стоит такой вот, может стоять такой вопрос. Двенадцатый дом. Прошу прощения. И тут замечательнейший, тут замечательнейший, тут с жезлом. Ну, я надеюсь, энергия будет у вас бурлить и преследовать вас просто в этом году. И не будет истекать. Это дом тайных врагов. Тюрьмы, больницы, серьёзных заболеваний. Потом интуиции, удачи и даже эмиграции в дальние края. Так вот, на все эти вопросы, на плохие нет, на хорошее да. То есть, с врагами, если даже не будут, вы справитесь. Это туз энергии, энтузиазма, идеи, начало нового, нескончаемого потенциала. В общем, просто энергии и потенциал. Это сексуальная энергия, мужское начало. То есть, если даже враги, разберётесь. Если там тюрьма или что-то, не дай бог, в места лишения свободы тоже всё это уйдёт. Если проблемы со здоровьем, справитесь. Удача будет, думаю, на вашей стороне и энергия ваша. И даже, возможно, естественно, если вы пожелаете, у вас возникнет такая идея, возможно, поездка, эмиграция в дальние страны. Вот проявляйте эту энергию, пользуйтесь нею, девы. И у вас всё получится. Кстати, это ещё может быть по этому тузу серьёзные такие вот прям страстные, вернее, сексуальные отношения, после которых бывают дети. Поэтому, кто не собирается заводить детей, примите соответствующие меры. И переходим к единственной, как бы, можно сказать, печальненькой карте общей. Но я не могу сказать, что она печальненькая, я уже вам говорила. Это карта пятёрка чаш, когда настаёт такой эмоциональный сбой, когда человек устал, да, он чего-то там расстроился, могут быть какие-то лёгкие расстройства, печали, но в большей степени это из-за того, когда человек устал. Нужно будет отдохнуть. Давайте себе отдых, передышку, хоть короткие. Потому что, вот я не знаю, хоть день-два побыли дома, посмотрели сериал, успокоились. И тогда всё встаёт на свои места. То есть давайте себе отдых. Не забывайте о себе. Карта здорового эгоизма. Помним, думаем о себе, отдыхаем. Не забываем про тайны. Законы сферы деятельности, судьба, отец, поспрашивайте. А может быть, у кого-то отец что-то скрывает. Тоже такое может быть. Или то и другое. Смотрим, суммируем. Значит, у вас два, три старших аркана. Да, три. Это деньги, как зарабатывать. Начало нового заработка, я уже говорила. Там это глупец. Замечательное солнце. И верховная жрица. Пользуйтесь своей интуицией. Девы, не забывайте. Присматривайтесь, смотрите. Ещё может быть такое, что даже кто-то вас обманывает. Это может касаться любовного треугольника тоже. Даже. Но больше это может, так как это тут сфера деятельности, больше такое. То я думаю, что здесь может обманывать могут партнёры даже. Понимаете? Что-то скрывать. Вот здесь вот. А может, как я уже говорила, это бывшие, дальние и так далее. Родственники тоже. То есть даже близкие. Туз у вас есть замечательный. Туз Пентакли. Самая счастливая карта в колоде. А сколько у вас тузов? Стоп. Три? Жалко, четвёртого нету. У вас три туза. Замечательно. Туз – это начало. Это энергия. Деньги. Возможности. Да, я смогу. Я сумею. Я победитель. Замечательный расклад вышел. Ну вот просто вот супер. Желаю, чтобы… А, и кстати, мало фигурных карт. Их вообще тут одна только, Паш. Всё. А, два. И рыцарь есть. Всё в ваших руках. Вы всё сможете. Всё сумеете. Пользуйтесь своей энергией. Своим. Может быть, то, что вам судьба будет давать. У вас три туза. Это когда вот, вот оно, начало новое. Желаю, чтобы всё хорошее у вас исполнилось в следующем, в 2024 году. Поздравляю вас с новым, наступающим Новым годом. Желаю счастья, здоровья, благополучия и всего наилучшего. Спасибо вам за лайки, за комментарии. Благодарю вас. И до встречи на моём канале.